Что-то с вами так поболтать захотелось, прям вообще не хочется ходить, снимать, хочется посидеть с вами, поболтать вообще о своей жизни. Любимый всегда мне дарит золото. Нравится тебе, да, лежать? Привет, мои хорошие! Я увидела этот прекрасный свет, села и подумала, надо начинать в лоб. В общем, начинаю свой новый влог после поездочки. Мы сейчас в песочнице, ко мне подошла девочка, такая смотрит, что я тут делаю, я не буду ее показывать, не знаю, может быть, родители против, чтобы я ее показывала, но милая девочка. Они в песочнице играют с Денькой. Ой, забрала лопатку у пацана, вот хозяйка какая, молодец. Не надо очки, не надо, глазочки не надо, ладно? Не надо, не надо, глазочки. На, Денечка, на. На, лап, на тебе. Вот. Это Кака. Каку, выкинь. Любит он у меня всякие карки собирать. В общем, с чего хочу начать? Хочу начать с того, что... Ну, какая девочка капризная. На, Денечка, пусть играет. День, тихо, 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 смотри, что есть у тебя. Зай... Чш-чш-чш. Деня, а смотри, что у тебя есть. Поиграй, пока вы это, зайка. Поиграй, пока. Поиграй, пока. В общем, у нас разборки в песочнице. Скандалы только что устраивала, а теперь камеру включила, и такой сразу поцелуйки по маме, по маме. День. Кручу, верчу, запутать хочу. Кручу, верчу, запутать хочу. Кручу, верчу, верчу. Кручу, верчу, верчу. С какими-то болячками. И кто-то даже перестал на Российское побережье ездить. Именно по этой причине. Но я вам скажу, что раньше, когда я ездила на Российское побережье, я никогда ничего не привозила. Все было нормально. Не знаю, может, это вот с ребенком то, что... Может, это то, что с ребенком. Или действительно в последнее время там стало более так грязно все. Более грязно так стало все. С чем он кому-нибудь? Врата не надо. короче одна там знакомая женщина она сказала что у нее соседи тоже раньше ездили на наше побережье а потом перестали ездить потому что там все время инфекции какие-то и они теперь только за границу вот я думаю что тоже наверно не стоит почему поехали на наше побережье именно потому что первое естественно хотели сэкономить естественно потому что очень много планов был на 2018 год и честно говоря ну вот как бы ту сумму которую я планировала как бы потратить во первых я не в курсе была цен какие они я немножко неподготовленная много шокирована я думала одна цена оказалась там 23 раза дороже и конечно же от того что много планов та квартира я живу на съемной квартире то есть я уже скорее хочу жилье поменять и все эти моменты все эти расходы многочисленные ежедневные у меня немножечко нестыковочка получается поэтому хотела я поехать в турцию но туда куда я хочу поехать там очень дорого было то есть берег куда-то или вот эти вот там три места хороших да а то что предлагали за те деньги я не хотела ехать туда то есть там долго добираться до отеля где-то там находится отель не пойми какое там ну то есть вот так все было да то за деньги которыми я располагала и конечно же по скорости по скорости и по бюджету и по комфорту лучше всего было это место тем более мне его посоветовали сказали что она хорошая что там для деток и так далее я посмотрела и ну там в принципе мне захотелось там побывать рано или поздно но так получилось что по бюджету туда как бы хорошо в целом ушло где-то около пятидесяти тысяч на на троих взрослых и одного ребенка вот где-то так примерно 50 плюс-минус нет не минус плюс чуть-чуть плюс может быть вот но с учетом еще того что заболели с учетом ресторанов там в анаппи больше чуть-чуть получилось и наверное не стоит ехать но в крыму мы были ничего там не подцепили может быть в крым еще можно будет поехать а так как-то наверное эту ситуацию надо сильно забыть чтобы захотеть поехать снова на российское побережье причем я слышала давно уже что с российского побережья приезжают все больны что постоянно какой-то ротовирус подхватывает вот сейчас какие планы сейчас какие планы сейчас я снимаю для вас видео по плану который занимаюсь магазином откармливаю ребенка то есть он уже пошел на поправку все то есть выздоровел уже ходит нормально в туалет не знаю что нам нужно набрать вес и пока что доктор нам сказала придерживаться диеты мы к доктору пришли уже когда он на самом деле намного лучше и она нам только диету прописала и прописала какие-то лекарства единственное что мы не сказали что мы берут свечи употребляли она нам прописала короче противовирусные какие-то и я ему дала одну таблетку буквально и дала еще одну таблетку креон по моему что-то кишечное там такое рассасывающее но у него в этот же день аллергия пошла на что-то из-за этого но противовирусная мы тоже отпили я подумала что его наверное не надо второй раз мы это и не сказали что мы его пробили и я не стала давать ему и я думаю что может быть на креон это аллергия потому что какой-то у него запах такой специфический он мне тоже не понравился и я решила не давать сейчас я ему даю линекс и смекту смекта на самом деле нам помогла и она доктор нам сказал что надо было с самого начала начинать смекту пить ну кто знал кто знал буду знать сейчас я откормлю ребенка приведу его в нормальный вид нормальный нормальное питание и тогда мы идем в садик кстати позвонить сказать что они нас ждали наверное на следующей неделе я так думаю вот сдать анализы и в садик то хочу чтобы дынька уже начал нормально ходить в садик и тогда я смогу позволить себе куда-то уехать как вы помните у меня в планах была поездка в испанию хочу в испанию все таки поехать хотелось бы в испанию но если вы знаете не знаете я хотела именно в барселону я хотела немножко так на шоппинг обязательно что-нибудь там купить но я понимаю что то что я захочу будет стоить денег я именно и хочу поехать туда чтобы купить хорошие какие-то такие вещи фирменные ну вот вопрос в том что насчет квартиры да то есть это тоже момент такой немножко у меня может быть не получаться да и у меня либо поездка не получится в этом году либо квартира не получится в этом году то есть если я буду видеть что квартира в этом году не получается у меня же как помните на новый год я снимала видео надо его пересмотреть Я там квартиру хотела. Но, во всяком случае, я переехала в новую квартиру, это уже хорошо, да? Мы живем в комфорте, все хорошо. Вот. А насчет покупки квартиры, может быть, не получится. Ну, тогда получится поездка. Что-то должно получиться. Надо, кстати, посмотреть, что я там еще хотела. Надо выполнить большинство своих пожеланий. Что-то с вами так поболтать захотелось. Прям вообще не хочется ходить, снимать. Хочется посидеть с вами, поболтать вообще о своей жизни. Ну, в Москву поеду. Я же к любимому поеду. Так, когда я поеду? Скоро-то мы поедем. Где-то после дня рождения Дэнки поедем. Еще надо подарок себе выбрать. Любимый всегда мне дарит золото. Ну, как бы дает мне, чтобы я выбирала себе что-то. Я не знаю. Как-то у меня, знаете, вроде желание было, было раньше все брать, брать, брать. Что-то я набрала и не ношу особо. Я люблю вот, знаете, какое-то украшение, которое вот ты одела и все, и носишь постоянно. Вот я ношу его, подарок один, и ношу. Не снимаю. Сережек себе разных уже купила, но мне в них неудобно спать. В итоге я их снимаю, и в итоге я очень часто просто без сережек хожу. Кольца вот ношу. Может, кольцо себе какое-нибудь купить? Точно. Кольцо. Вот. Или браслет. Посмотрим. Не знаю. Какого-то желания яркого нет. Что там дыня нашу делать? Притихник. В мой телефон залез. Конечно. Еще и недовольный. Да и не трогай там ничего, зайка. Еще, походу, живу своей жизнью и вспоминаю, что... Ну, иногда я такая думаю, Воль, девчонки обо мне этого факта не знают. Думаю, надо рассказать. Думаю снять видео о моих необычных фактах обо мне. Которые мне самой, ну, кажется, как бы необычными, потому что я встречаю людей, которые наоборот, вот как-то меня окружают люди, которые вот наоборот, например, что-то любят, а я, например, это не люблю. И мне кажется, что если вокруг меня все практически окружают такие, кто это любит, а я одна это не люблю, думаю, может быть, это какой-то такой необычный факт обо мне. Вот хочу насобирать несколько фактов и рассказать. Ты будем? Вам украсить? Нет. Вот это? Вот этим накрасить? Мне предложили видео снять ребенок делает мне макияж. Можно попробовать? Мы с Деней вышли погулять утречком рано. Сейчас должна бабуля прийти к нам еще. Вот сам уже побежал на песочек, знаю, где песочек. Сейчас погуляем перед дневным сном. Как в садике, привыкаем к режиму садика. Давай, залазь. На. Ой, боже мой. Огромная муха села на меня. Так, что хотела сказать. Мой гулянт с малышом. Да, я уже его показывала. Он пришел в песочницу и залив в песочнице. Пацан любит у меня песочек. Главное, чтобы не ел его. Но он у меня вроде особо ничего не тащит. Я его спокойно в песок отпускаю. Иногда он может что-нибудь попробовать на зуб. Необычное. Нет, вроде нормально все. А что хотела сказать. Сегодня утром я проснулась. И впервые выпила кофе с молоком. Точнее, у меня молоко с кофем. Потому что молока у меня вот столько, а кофе у меня... Ой, ой, ой. Вот. И что? Все хорошо. Все замечательно. Мы идем на поправку. И Денечка уже хорошо ходит в туалет. Да, про детей можно, в принципе. Это я, если тут начну рассказывать, как я хожу в туалет. Будет не очень. А ребенок, это как бы другой момент, правильно? Да, вот он уже два дня ходит у меня нормально в туалет. То есть стул нормализовался. Теперь потихоньку я ему буду вводить еду, от которой мы отказались. Ну, у нас как бы диета сейчас. Мы ее соблюдаем. Но я думаю, что нужно вводить потихоньку еду. Почему? Объясню. Потому что... Куда пошел? Стой! Деня! Дени, ты не охренел ли? Пошел через дорогу. Там машины ездят? Ты что? И куда это ты? Куда ты пошел? Пошел. Сам себе мальчик принадлежит вообще. Да, вот мы лежали с тобой на травке, а тут у нас вокруг... Может, побегаем? Бегаем, День? Бегать будем? Давай, вставай. Давай отваляться. Ты мой загадочный мальчик. Что в голове у пацанчика? Нравится тебе, да, лежать? Короче, у нас классное утро начинается с позитива. Ну что, крошки, не усидеться мне дома. Думала вообще, что мы будем сегодня отдыхать с малышом опять уже третий день не выходя из дома, но я не могу долго не выходить из дома, поэтому сегодня я вызвонила Крестюшку. Она сегодня такая красивая. Переходите на мой канал по ссылочке. Ссылочка в описании. Да, сегодня она звезда, я еще ее покажу вам в полной росте, я ее нафоткала в Инстаграме. Очень красивая. Она же сама себя не узнала по ссылочке. Теперь я... Это, слушай, это как подожи в этом... Как этот фильм назывался? Теперь я так буду выглядеть всегда. Как этот фильм назывался? Служебный роман. Служебный роман. Обожаю этот Служебный роман. Я его могу смотреть постоянно. Очень классный фильм. Вот, короче, я заказала себе... Че я заказала себе? Салат с креветками, с авокадо, с грибами. И попросила еще добавить туда руколы. Че еще? И кофе. Да, сегодня день кофе. Я первый день пью кофе, и безумно этому рада. Местечко хорошее такое, в котором мы сидим. Оно такое красивое, аккуратненькое. Но что-то его долго готовят. Хотя сегодня воскресенье. Ну... Что-то вообще. Не, ну народу, да, есть. Тут вот раз, два. Столика свободные за дна. А вот еще там три. Кстати, глянь, тоже столик хороший. Что-то можно было сесть в кресло. Ну там курят, да. А здесь тоже курят везде. Но не воняют. А мы с тобой? Вот мой салатик. Че-то не вижу креветки. Креветки покажитесь. Сколько штук, интересно. Ой, нормально. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре креветки. С одной стороны. И одна. Ой, нормально креветок тут. Хорошо поем. Ой, треть, ну... Аааааа! Ожи! Звучит музыка! Ой, ну ты чудо! Какая-то? Музыка! Ну да! Ой! 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 Ой!